Всем привет на моем 83 стриме И мы продолжаем проходить игру Ласт Одиссей Это 12 часть По ней Итак Запустим Небольшой опять перерывчик был Между Похождением Поэтому сейчас будем вспоминать Опять на чем там остановились Ну мы в какой то город пришли Странный Это я помню Сейчас будем выяснять Что это за город и зачем он Что в нем произошло Ай секундочку Я же забыл 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 этот звук подключить У меня же там Теперь кабель специальный Я бы убрал Ну сейчас это не займет Много времени Минутка Так вот звук вроде бы как появился Отлично Надеюсь задержек не будет Так ну что поговорим с ними А не мы же с ними вроде говорили Ну ладно еще раз Заодно вспомним Что к чему Так переводчик Так переводчик Последнее время Вест сия То есть западное море Засветилось Ну летап Непонятно Вроде как засветилось И все Все монстры там А Не сейчас А все эти чудовищные рыбы С ногами Вышли из воды Люди думают Что что-то Ненормальное Случилось В море Ну да Логично Некоторые из нас Добровольно Проверяют Вест сия Внутри Западное море Похоже что Только Одно судно Ну осталось Пригодно Для использования Что Ты забыл Мне сказать Добро пожаловать И Или что-то Другое Слушай Просто Оставь Меня Одно И Иди Умирать Куда-нибудь Другое Место Нормально Так Сюда Можно Зайти О Как Такое Могло Случиться Мы Не Можем Безопасно Заснуть В своем Городе Радо Видеть Что Вы Пришли Сюда Безопасности Ну Не Дословный Перевод Но По-моему Смысл Такой Вы Будете В порядке Здесь Внутри Добро Пожаловать В мою Гостиницу Здесь Внутри Безопасно Так что Пожалуйста Оставайтесь Так Долго Как Хотите Не Пока Не Будем Но Вообще Надо Потому Что Здесь Возможно Какое-нибудь Воспоминание Будет По-любому Привет Ты Не понял You don't yet Типа Ты все Закончил Или Как Сказать А Вы Все Сделали Я могу Понять Если Вещи Перевод Переполненные Правами Или Переполненные Правы А Хотя Стоп А Прямо Сейчас Переполненные Прямо Сейчас Ладно Какое-то Непонятное Предложение Что-то Он Короче Про туалет Говорит Ну Явно Это Не самый Важный Диалог В игре Ничего тут Нету О Как же Ничего Что-то Есть О Семя По шкафу По шкафу Шесть Генераторов Какой-то Компонент Можно будет Собрать Кольцо Ну Монстры Появились Вышли Из океана Недавно Ты знаешь Новенький В городе Не так ли Что-то По поводу Это в Туманы Да Туманы Не понял Немножко Что-то По поводу Этого Тумана Который Переворачивает Саман Сверх Нагл А Саман Это этот Город Наверное Саман Типа Из этого Тумана Здесь Все Сверх Нагл Перевернулось Ну Понял Ну Короче Доставляет Он Жителям Сверх Эр Он Сверх Нагл Ну и все, вроде тут ничего нету больше Та, поспать зайдем потом Какие-то бумажки по ветру болтаются Я не понимаю, что он говорит Я просто не чувствую, как делаю что-то Интересная фраза Как ее понять? Мне кажется, или он той девочке плохо? Ну, это магическая машина Чтобы музыку проигрывать Но она сломана Ну, эта машина возвращает воспоминания Ну, короче, были времена, когда я ее слушал А, сломана Я так хочу послушать немного музыки Может быть я выпью еще чего-нибудь Ну, типа здесь немного прохладно Еще туман Ну, короче, хочет на Умару возвратиться Я так понял Ну, то, что не важно особо, я не буду уже переводить В принципе У нас никогда не было тумана, как и этот раньше Вы из Тоска? Из Тоска Я пытаюсь вернуться обратно, но нету дороги назад Вот Вот Вам не кажется этот город довольно странным? Ну это используется чтобы заполнить наемников и путешественников некоторое время. Продолжение следует... А можете мне дать немного конфет? Если вы мне их не дадите я выкину тебя в океан. Брошь тебя в океан, что за приколы? Хм, не понял. Он говорит все что вы видите за 50. Что именно? Ну давайте купим. This one, that one, the other one, which one? Snap 3 мегабита. Привет, кстати. Он даже вроде возедокс смотрел и ничего такого не было. Ну щас, не знаю, посмотрю, может там дропы есть. Нет, ни одного дропа нету. Так что, что-то не то. Так, а какой же выбрать то? Первый, второй или третий? Ну выберем второй. Выберем второй, наверное. That one, точнее. Не второй, а вон тот. Healing medicine. Ну ладно, this one. Healing medicine. Other one. Mana. Which one? Понятно. Интересно, можно ли что-то случайно получить какой-то редкий предмет? Я не понял, мне что, ворона продавала это все? Кстати, вот надпись над ларьком, смесь кириллицы и вот один символ похож на греческий, да, вот третий. КТ. Говорит Мяу. Мне нужна вода, эм. ...мяу. Нужно это, чтобы быть все намного красивее, я не знаю, как сказать, все больше и больше красивее. Ну ахаха, все эти деньги мои, это, чё с нам вообще жестко? Ну а не знаю, не, я могу поставить, в принципе, 2 мегабита, как было, но только если тебе это поможет. Бреск золота. Тяжелые чувства в руке. Ахаха. Больше никто не имеет этого. О, остынь. Что за черт этот парень? Не думаю, что он уведомит нас. Он должно быть под заклинанием какого-то типа. Наверное, там было не уведомит, а типа ответит нам. Ахаха. Ахаха. Блин. Печалька снап, чё я могу сказать. Да и ничего. Так, его можно сделать. О, остынь. Да и ничего. О, остынь. Я здесь. Используйся. Однадцатататат. Потому что, может быть, ты уже не слушаешь Я не знаю Что там? Главная книга Или что-то вроде того Похоже Ждем плохих новостей Ты хочешь... Я не помог, как это перевести А, вы хотите, чтобы он... Ты хочешь, чтобы он нашел нас? В каком смысле? Ну вот что, это какой-то сленг По-моему Ну, короче, его не заботят, что это такое Если это не его деньги Эй, смотри... Видишь? У нас ничего нет Ну, типа, мы ничего не взяли Продолжение следует... Это отчасти относится к делу. Сейчас, секунду, надо обвинение выключить. Он, возможно, не хочет ничего пропустить. Короче, как-то так. Не знаю, что-то довольно сложно переводить. Секрет леджер. Короче, мы какой-то секрет леджер взяли. Хм, и зачем это мне? О, слот сид. Это полезно. Так, магазин, да, похоже, какой-то? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не понял. Как ваша обувь лечит вас? Нормальная фраза? Ладно. А, извините меня, если я удивил вас. Я изготовитель обуви, как видите. Так что я... Всегда... Беспокоюсь по поводу... Ну, этих... Ступней людей. Здесь был... Однажды... Легендарный... Изготовитель обуви... И... Истории его... Подвигов. Первый раз вижу слово... Answered. А-а-а... Восторгают меня. Ну, короче, когда я представляю... Как будто бы это... Происходит со мной. Вроде так. Ясно. Ну, я так и думал. Я так и думал. Я так и думал. Ну... Не знаю. Я думаю, в принципе... Я думаю, в принципе... На потом, наверное, все-таки оставлю. Потому что он сейчас... К сожалению... Переводчики нас не смотрят. Так что... Попозже. Прошу и мейкера. Посмотрим. Что можно купить. Так. Надо посмотреть... Какая у него сейчас... Атака. Сейчас у него... Атака. 50. А. 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 В смысле... Пауэр 50. Атака. 397. 50. 397. А тут... 32. 358. 60. 407. И... 60. 386 будет. О. Ничего себе. Кстати... Можно сделать, чтобы маг... Даже физикой атаковал... Вполне так нормально. 40. Ну... Относительно нормально. Больше сотни будет бить. По-любому. Ну ладно. Купим... Две тогда... Хард... Спаса. Защищает от вражеских атак. Ммм... Возьмем на заметку. Черно-белая магия четвертого уровня. Ааа... Так. А у меня... Разве нет такой? Именно кольца. Ааа... Так. Черная магия второго уровня. Может быть у кого-то она... Ааа... Одета у кого-то это... Нет. 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 Ааа... Третьего у меня есть уровня. Ну тогда четвертого да. Стоит купить. Композитная магия второго уровня. Ну это безусловно. Иммунитет к яду. Ну пусть. 280 рублей. Пусть будет. Вдруг пригодится. Коммунитет к террору. Ну пока тысячу не будем. Сил. Ну вроде бы у меня такой есть или нету. Ааа... Нету. Странно. Хотя вроде же у меня умение есть антисил. Ааа... Ну возможно я просто сам кольцо собирал. Чуть не помню. Ладно. Так. Про лечо у меня есть. Спирит мэджик четвертого уровня. Ну это по любому. Ну и тогда этот вот. Тоже купим. Компоненты. Хм. Все посмотрим. Для чего этот компонент нужен. Которого у меня ноль. Дрейнинг ринг. Мда это фигня. Все равно бы там вампир ботал у меня нету. Ну хотя сколько она стоит. Здесь и пять штук. Ой. А ну ладно купим в принципе. Че. Че нам стоит. Вдруг пригодится. Так. так эээ экипировать а блин кстати дрейнинг рингтон у меня уже был ну ладно ну ничего страшного Так, а для дефенс там ничего, что ли? Не продается. Ладно. Так, продать. Да, вот это продать. Вот это продать. Вот это тоже продать. Нафиг не надо. Так, спирит мальчик четвертого уровня тоже нам не надо, да, вроде бы? Да, вот у меня... То есть третьего не надо, четвертого просто только что купил. Так что это подаем. Композит на второго уровня. А, это я только что купил, да, вроде бы как? Можно, конечно, кучу ременов продать, но я не знаю, в принципе, вдруг пригодятся. Вот стики-тейп. За сколько я могу продать? 43? За 430? Не, нафиг надо. Лучше пусть на всякий случай лежит. А это, кстати, дорогие вещи. Ну вот. Мы лучше купим... А, стоп. Он не может купить. У него нету этих лекарств. Это где-то рядом. А, вот же. Ну вот тут, наверное, да? Ага. Так. Мана. Так, денег у меня дофигища, так что купим 50 штук. И капсул. Тоже еще 20. Прям, чтобы хватило по-любому. И ангел-плюм. 30 штук. Не знаю, бомбы, в принципе, полезны, если магия заблокирована. Но тратить на них тоже как-то не хочется. Это что такое? А, паралич. Да не, ладно. Если антисил бы есть, то купил бы, в принципе, а так. Думаю, не надо. Да. Так, это уже выход из города, или просто на другую улицу? Капитан, возможно, нервничает по поводу поездки. Он сказал, что... Его желудок... Не понял, болит? Да, болит. Я надеюсь, с ним все в порядке. Эй, народ, вы видели... Капитана Дозелла. Капитана... Не знаю никого с... Такой работой. Ну, короче, таким званием. Это очень плохо. Мы... Предполагаем... Предполагаем, что он отправился в Западное море... Ну, накануне. Да, вроде. Или... А, или скоро, наоборот. Скоро. Но... Ну, что, что-то... Ну, что не произойдет с... А, ничего не произойдет без нашего капитана. Мы все были очень заняты, подготавливая судно для него. Вы можете помочь его найти? Просто скажите ему, что... Время... Время начинать... Ну, грузить корабль. Извините за это, но... Нам... Действительно... Нужна... Всем помощь... Которую вы... Вы можете дать. Ну, короче, от вас помощь. Эй, пожалуйста, не входите в порт. Мы все еще заняты... Подготовкой. Ага, туда нельзя. Ясно. Пойдем, поспим. Пойдем. Кстати, как называлось то воспоминание? История... Эээ... Старики Грео? Ну... Сейчас не будем. Я думаю, на следующем... К следующему стриму, может, переведу или... Че-нибудь такое. Ну, хотя бы в гугл накидаю. Где этого КП искать? Хм... Кстати, можно сохраниться. Мало ли что. Угу. Угу. Поехали. Угу. 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 Ну, не знаю, может у них про капитана поспрашивать? Нет, они тоже самое говорят. Кстати, я сюда вообще заходил? По-моему, я сюда не заходил. Точняк. Не обворованный дом. Непорядок. Опа. Так. Дать ему семечка. Одного семечка, что ли, не хватает? А, нет, 46. Эрс Чарм взял. Что за эрс Чарм? А, уменьшает урон земляного элемента. Ясно. А, ну мне это не надо, это увеличение этого, то есть, даёшь маленькие, он даёт большие, но это смысла нет. Так, я вас в шкафу посмотреть, что тут лежит. Я не против. 500 золота, но вам уже не нужны. Уверен в этом. Уверен в этом. Уверен. На помощи! Уверен в других. Уверен в этих. На помощи! В том числе. Этоazoотенды, который мы можем использовать в этих. Ммм, вот это у вас тут дела. А, вы не видите, я немного занят сейчас. Ну, вижу, да, занят. Так, КЭПа-то где искать? Ты не видел? Ну, капитан, не, извини, я не знаю. А ты? КТ, ты не видел капитана? А ты? А, тебе вода нужна. Ой. Ладно, еще раз пробежимся. А, может ты капитана видел? А может и есть капитан? На. То и деньги, да, ну ладно. Это где метро-капитана-то искать? Может, он в магазине тут стоит? Вряд ли. Ты же не капитан. И ты тоже. И дверь эта закрыта. Вот это я застрял. Не знаю, где его искать. Может, мне надо выйти отсюда полностью. Там же вроде было еще одно место, куда я мог попасть или нет. Вот, Сити оф Саман, это где сейчас. А Айс Каньон, это куда, по идее, мне надо. Странно, если я туда могу попасть, то что это было вообще в этом городе? Айс Каньон, это куда, по идее, мне надо. Ну да, сейф это хорошая мысль, хоть он недавно был. Ну, я, в принципе, наверное, перезапишу просто. Я вижу пещеру впереди, но она выглядит холодной, темной и опасной. Просто посмотри на это, с этими ледяными колоннами, закрывающими путь, мы, возможно, не сможем пройти здесь. Ясно, не сможем. Рано еще сюда. А то, что у них там магия огня есть, это фигня. 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 А то, что у них там нет. Грун. О, он может рассказать, где находится капитан за конфеты. Ну давай, давай, а где тебе конфеты взять? У меня бабло есть. У тебя конфеты продаются? А я не с тобой говорю. Где же конфеты-то им доставит? У меня нет. 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 Ну это дом этого Который Скостью денег Странный тур Он тоже пропустил О, Сид А где у нас был этот кролик Здесь, вроде А, нет, не тут А, в первом доме вроде он был И в этом А, нет, вроде именно в первом Ага Ага Дай конфет Или воды Вон чай Может все-таки тут поспрашивать еще про капитана Может он там тряхнет где-то О, она видела где-то вот тут Это уже интересно Ты же не капитан Походу он в туалете Капитан Мы знаем, что вы здесь Время погружаться О, я извиняюсь Я не знал, что Это уже пора время отправляться Я бегу в порт Прямо сейчас Спасибо, что Дарим не знает Подождите, без нас-то не уплывайте О, что там? О, что там? Что-то при таких волнах Они как-то не привязаны Совсем Или там якоря Не видно Пиндулум А, привет Спасибо вам Мы погружаемся сейчас В скором Вы все реально нам помогли Хорошо, рад услышать Где капитан? Он на корабле Готовится к нашему путешествию Сейчас мы можем Наконец-то отправиться Вы видите ли это тут что? Когда мы Когда бы мы не видели Такой свет Западного моря Плохие вещи начинают происходить В городе Это должно быть что-то Что-то с этим стоит Привет, Ромфос О, мы Уходим В Западное море Чтобы узнать Что за этим скрывается Там должно быть что-то А, так вот Почему вы так были заняты Починкой этого корабля А, чтобы исследовать Эти Неспокойные воды Ну, у вас есть Ну, у вас есть На определенная доля Храбрости Точнее, даже наоборот Он говорит Это типа Вы Довольно-таки Храбрые Эй Эй, а почему бы вам Народ Не пойти С нами Если это не проблема Мы все Чувствуем Немного А, будем Чувствовать себя Немного Более Уверенными Эээ Имея Группу Такую Сильную Группу Как вы На борту С нами Ну, если Если Ты настаиваешь Но Но это Не может быть Опасно Как ты думаешь Каем Это то судно Которого Починили Капитан Смотри туда Что Че-то Море Ивляется Источника Магической Энергии Мин Ты чувствуешь Это? Я не уверена Какая-то мощная Энергия Только один Путь Выяснить Ну, короче Поплыли Борт Дешев Да О чем Разговаривать Тут с кем-то Что Нашли Что это? Мы окружены Что? Мы окружены Вот Давайте вернемся Давайте вернемся Кто с нами? Давай Давайте Вернемся Мы Вернемся Вау Ты знаешь Море так прекрасно Как капитан Может быть Может Нет Может Нет Здорово Здорово Здесь Здесь Наши 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 Смеши Давай Эти Самые Рыбы Которых Ноги Выросли Да Тоже Нам Рассказывали Да Музыка Как на Боссе Или Просто Теперь Тут Другая Боссе Или Ну пусть в дефенд кайм уходит Сет Тоже пока в дефенд Надо джесси поберечь, у них там джесси довольно высокий Мин, композитные маги, посмотрим, какого они типа Не пишет у нас Опять не стоит это Ну я думаю, что наверное у них вода А если у них вода, значит ты их огнем Нет Стоп, если у них вода Да, огнем, помню, тут, наверное, совершенно нелогично Маг, Spirit, Magic, Shadow на всех Кстати, у них здоровье в принципе не особое А, вон 3050, ничего себе И Сара тогда давай Force на вот этого Ого, 81, несмотря на джесси полный Дефенд Еще какой-то статус параличка 52, ну понятно, джесси защищает Убежал Ну лол Ладно, тогда начнем их убить В принципе, я думаю Тогда, ой, давай еще раз Свою Shadow Ну я думаю, ничего страшного не случится Если мы полечим сет О, что мы полечим сет вот добьет наверно вот она появилась нога только джейси то у тебя уже нету так же сдавайся правда здоровья дофиге еще это мелочи попробуем опять форс хотя у него низкий уровень такой да ну пусть она тоже форс вот а у нее уже флара понятно но все равно джейси то у них не восполниться от этого а она убежала вот это печать печать так давай форс я думаю что это уже пойдет сейчас опять выпрыгнет главный и уже на него пойдет эта магия потому что еще забьют этого мелкого вот давай-давай 104 да ладно но сейчас же не его ход даже был макаризован она же нет откройли чем нет только что у нас нету но все равно наверно не сможет хотя там раз на раз не приходится все равно флару пробует а а а а а а это мало потратили и опять сбежит будем только огнем чтобы если что с этим от уже пролист пол чтобы все что огонь попал на этого главного как раз два флэр 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 лара должно попасть хотя сейчас как раз таки флэра попадет на большого это отлично идеально даже отлично 900 вот Так, пусть она себе восстановит немножко макия. Да, пусть они со своей физикой стоят, дефенд, джесси восполняет. Так, а она пусть все еще восстановит макия. О, контратака. И еще контратака. Так, а кто атакует-то? Никто. Давай-ка фларой. Девятьсот тридцать семь осталось. Что? Совсем убежала, что ли? Я, это, ты знаешь, это просто слишком много. Мы получаем это, когда мы на воде, мы получаем это, когда мы на земле. Я имею в виду, мы получаем это, где мы идем. Это патетично, мы просто начали. Я абсолютно чувствую это перед нами. Сверху магической энергии. Которые, которые освободят животных, которые живут в темных кавернах. Свет приближается. Свет приближается. А до этого они обсуждали этих существ просто. О, еще один сон. Но эти два сна уже на следующий стрим. А, причем это усет. Сон сет. Ты в порядке, капитан? О, да. Все будет в порядке. Ничего особо, ничего серьезного. Просто чувствую, как будто я проспала какое-то время. А, не, сплю или что-то такое. А, не, сплю или что-то такое. Это не только у тебя. Все мы чувствовали... Бессознательность. Все мы были бессознания пока, когда свет окутал судно. Похоже, мы... Не понял. Побежали от себя. Или что-то... Какой перс? Немножко не понял это предложение, но ладно. Эй, здесь... Так красиво спать. А, спите красиво. Спать красиво. Вроде так. Наконец-то... Разбужено... Чарами принцессы. Эээ... С другой стороны... Эээ... Только... Пират может спать... Эээ... В лодке. На борту. Заткни Тренсен. Заткни Тренсен. Как... Т у него. На борту. Что там... Ту не там... Эээ... Эээ... А... Ах! Как это внутри? В трюме, да? ээээ... Всё в порядке. Они все проснулись... и к счастью никто не был ранен Ну Каем, где мы? Экспериментал встав В общем, что-то большое Никто не говорил, что здесь есть что-то большое в Шамане Ты права, это странно Я сомневаюсь Сейчас Не могу нормально сформулировать А, ну типа Симпай, что можно построить что-то такое огромное Без Без, ну, как бы Угодомлению кого-либо Ну как, не то, что пишет именно олене Чтоб никто не заметил Магическая сила здесь на На тревожном уровне Это должно быть источник Энергии Которую я чувствовал в море Я чувствую Какую-то конспирацию вокруг этого Ну, то есть Тайна Тайна Мы должны Ну, должны определенно посмотреть Что-что там внутри Так Не понял, у нас на корабле продавец, что ли? Ну, понятно Медицинские эти Мне ничего не надо О, какие-то кольца Что он может А-а-а Он может кольца собирать Ясненько Я запомню Ой, жесть Я думал, он не пропустит Че у вас в шкафу? Ага, сир Отдохнуть Ну, давайте отдохнем Бесплатно вроде как А, ну да Мы же Можем Исны еще почитать Кстати, это удобно Исны еще почитать Исны еще почитать Ну чё, засейвимся? Пойдём посмотрим. А, ещё вот лестница же, я на лестницу не сходил. О, это капитанский мостик. Вроде судно выглядит таким не очень, а на самом деле там вон приборчики. Компьютеры. Вот он, этот капитан. Я не люблю смотреть на эти волны. Что-то немножко не понял. А, я был вне морской науки, когда я был ребёнком. И я никогда не видел погоды такой, как эта. Ладно. Ладно. Пойдём, посмотрим, что там такое. Да. Да. Погодка, конечно. Не самая удачная. Я бы даже сказал, не лётная. Нас никто не встречает. Нет никакой охраны. Это довольно подозрительно. Так, можем идти наверх или вот сюда наверх. В чём разница? Ладно. Пойдём вначале направо. Так, это что за гроб? О, это сундук что ли? Внезапно. Слот сидит. Отлично. А, а чё я туплю? Надо же расставить навыки. Чё-то. Надо же навыки расставить. Так, что я там взял? Так. Чёрно-белая, но ему это не надо. От яда. Композитный ему тоже не надо. От яда? Может быть. Даже скорее всего от яда по-любому надо, потому что я помню, он постоянно страдает, потому что он же на первой линии стоит. Или вот это. Ладно, пусть всё-таки вот это учит. Ассет тогда пусть учит. Пусть тогда она от яда учит. Потому что магию точно не ей надо. Так. А минг у нас. Я забыл. Какой магией обладает? Композитная 1 и чёрно-белая 3. А, у неё белая 5 уровня. Так. Минг слот даём срочно. Срочно слот. Ей придётся разделить чёрно-белая. Вот. Белая 5 уровня. Чёрная. Чёрная пока только четвёртого. И тогда ей композитную второго всё зададим. Она, правда, ещё не выучила там антиблик, но нафиг надо. Сейчас здесь поважнее вещи. Вот композитная второго уровня. Отлично. И тогда ей пока можно вместо композитной первого уровня что она дает. Эээээ. Ну спирит третьего уровня пусть берёт в принципе. Ну да, я думаю вполне можно. Вот у неё антисил есть, хорошо. также сары черно-белая 4 и он отдельно белое 5 и спирит третьего уровня так ну тогда ей там даем что она щас учит она ерунду какую-то учит ей тогда даем соответственно спирит мэджик четвертого уровня а что у нас четвертого уровня а рефреша рекомендует хп а это кстати классно но она 20 стоит и долго кастуется но все равно это думает хорошая вещь вот так что сары теперь спирит четвертого уровня значит можно спирит третьего уровня убрать и вместо этого поставить а нету антисил композитную можно попробовать ей поставить хотя не пусть потом второго уровня сразу выучить прейер но я не знаю в принципе нафиг ей прейер нужно если она и так семана устанавливает так что ей все равно наверное кастинг-суппорт можно едать точно по-любому вот как-то так и еще у нас осталось одна вещичка магическую защиту увеличивает но это мы уже потом кому-нибудь дадим пока что некому у нас нудука нет у нас нудука нет Так, что у нас тут? Ага, ещё сундук. Так, там где же лестница? У неё, походу, нельзя попасть. Итак, огромные двери. Ну что ж, откроем. Чё, он тнул её, что ли? Как она так открылась? Интересно. Это они чё, океан накачивают вот этой энергией, что ли, и чтобы серые превращаются в монстров? Первая мысль такая. А где? Это не обслуживаемая станция, что ли? Странно, нету персонала. Может, там он что-то искрит, эта магическая энергия. О, здесь нападают. Посмотрим. А, это и есть персонал. Так, а почему они нападают? Ну ладно, уже не будем их спрашивать. О, это Угра. Точнее, Ура. 840. Здоровье. 1840. Ну давайте его и бить. Так, а ты композит на второуровне умеешь. О, Сил Кюра, Пойзен Кюра, Пара Кюра, Стон Кюра. Ооо. Вон оно как. О, классно, кстати. Ладно, пусть, давай, олд флеер. Так, а у тебя появилась... А, не, 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 не у тебя. Ну ты давай шейдом. Вот, у Сары появилась спирит. Причем второго уровня. Вот рефреша. Да, она может на одну линию лечить. Причем, я так понял, очень не слабо лечить. Но нам пока это не требуется. Поэтому просто будем... Просто призма. Ааа, вот это у него броня. Броня. Броня так броня. Мэйджик Блейд. Очень-то страшно. Ооо, это реально чуть нормально. Тут он еще и крепкий. Давайте вы пока в дефенде постоите, пожалуй. Ты продолжай. Давайте ты сделаешь форс. Наверное. Да, сделаешь форс на вот этого гварда. Так, а ты давай призму продолжай. Отравлены уже почти все. Угу. Да было неплохо. И призма еще. Даже кто-нибудь? Не, никто не лег. А, вот после форс? Не, там немного. Крепкий. Так. Ясно, они уже почти лежат. Эмм... Пойзен Кьюра делаем. Выгодней. На вот этих. Потому что это два сразу вылечиться. Кстати у него тоже Кьюр Пойзен есть. А ну пусть он хоть это и сделает. На кайму. Так, а ты давай Зефиру Неплохо так Отлично Ты давай в дефен пока Маг Ну давай просто огнем вот этого Отлично Ну и всех полное здоровье И все здоровы Ну и все Пусть в дефенде ставят физические атаки Ему не наносят Кстати у нее Черной магии нету Не понял я ей не поставил черную магию Затупил похоже Ну тогда спирт А пусть отдохнет Ману все восстанавливают Да, GC надо держать до последнего Потому что Тратит он нормально Так что давайте в дефен Как хотите Но уходите Давай флару Что-то добьет Нет Нет Там вроде немножко осталось Пусть она тоже отдохнет Пусть она тоже отдохнет Ты давай 252 Ну ветром будет норм Ты давай просто ветром Ему уже хватит Да Такая довольно долгая битва Хоть и не сложная Но просто долгая Бент Нидл Взяли Интересно Новый какой-то предмет Маг выучил Спирит Мэджик Четвертого уровня А, ну да То, что у нас в предмете есть Теперь он сам выучил Да, уж конструкция здесь нехилая Толпень такая Опа Конгора Тот, кто украл Наши воспоминания Здесь Вон он идет Может, давай Никунгует Или что-то такое Типа, как он тут может быть Так, мы можем там слезть Можем пойти сюда Интересно Так, чувствую, нам сюда потом все-таки Пойдем слезем Потому что там что-то много всего Музыка Я так понимаю Нам надо подождать Тот форма Пока будет проезжать Нет? Да ладно Значит, там надо как-то остановить Видимо, не отсюда Музыка Музыка Тихо Тихо, будто-то есть Выгрузить эти компоненты в этот контейнер И делать это быстро Наша работа Ну, короче, здесь Чтобы завершить Кранстав Есть, сэр Но почему мы Берем части Из этой станции Ну, потому что Перед тем, как Кранстав будет построен Мы должны Потестировать Магический Двигатель Для Выработки Магической Энергии Таше не выработки А усиления Под управлением Лорта Гангоры Мы Попробуем Удвоить Магическую Энергию Доступную Для Его Использования Мы Немножко Не понял Мы Возьмем Большинство Компонентов Для этого Места А Из этого Места Для Гранстав Или Как сказать Того А Или Так Мне сказали Нет Это попытка Получить Кранстав Назад Расписание Не понял Ну Типа Успеть Вовремя Что Ли Построить Или Что Правильно Эти Компоненты Уже Настроенные На Магическую Энергию Мы Должны Ну Мы В состоянии Запустить Гранстав На Полную Мощность Прямо С самого Начала Так Да Тут Энтони Пусть Держит Нечего Там Давай Офлэер А Шидов У него Появилось О Ну Попробует Так А здесь По-любому Кастинг Суппорт Пусть Сделает На Минг Должна СTer Офлэт Пусть А Странно, она All Flare сделала за один ход? Как так? А, или что-то я пропустил, или Сара успела кастинг сэппор что ли? Немножко засмотрелся Ну да, походу Сара успела, что-то что-то отвлекся О, так это то, что надо Сара успела Ну пусть эээ А, что за Fear? А, террор накладывать он уже умеет Пусть просто Shadow, в принципе, бьет Ну да, это Shadow Каштаби А, утешкаем Ладно, пусть композитную использую, так у нее черной нету Ничего, маны у нас полна Лампы спорта Лампы спорта А, какой Defend? Ладно, пусть она вылечит, хотя бы с эфиром А, я хотел возьму А, я хотел возьму А, я хотел возьму Какая тут Суда Скажи С третьей Так, сколько у него осталось, 13, ну понятно, не пусть А где она тогда в дефенс себе манулась надо, макс делает флэер, это тоже в дефенс Вообще странно, если они нас увидели, уже тревогу должны были поднять Так, кайм выучил пауэр хит и сет выучила таунт Так, а что еще от мака нужно? Ну, спирит мэджик в принципе, нафиг не надо Тем более, если что с предметом могу выучить Пусть стену учит Хотя, зачем ему, если у него атака устанавливается, когда он дефендит А тут будет еще мана тратить Пусть комбо вот делает лучше Ну ладно, тогда пусть пауэр хит учит Так, что там минка еще не выучила, нет Сара Тоже нет Тоже нет Так, это у нас что тут? Нельзя сюда идти Я думаю, мы можем двигать это по кругу Попробуем? Кук, будь осторожна Точно Давай крутить Конечно же крутить Как же иначе И Так Ну, я не знаю, пусть туда будет наверху Это еще что? Ого, у них GC Серьезно Пацаны А, я не вылечил их А-а-а-а, косяк Так Ну, тогда давай композитная магия Пауэр Пол флеер ты делаешь что аппет а вот что то что наверх перенести ну а тебе придется сделать зефиру да по-моему не зря походу их пробить сейчас тяжело будет ладно пусть они все еще держат и фэнд пока что магии сейчас все пробьют там ты масса это уже прочь я думаю там ляжет большинство хотя и не посмотрел сколько у них здоровья вот другое дело ой запечатали ее никто не упал а да у них там еще куча осталось здоровья ладно начнем атаковать тогда хотя возможно простой шедо уже добьет а стоп 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 у нее нету случайно вот к юр сил вот это я добавлю уже шедоу вот это я добавлю уже шедоу вот это я добавлю уже шедоу ну тебе ничего не остается кроме как бедефенд вот это я добавлю уже шедоу привет то привет то я добавлю шедо с А этих какой-нибудь вон, да не, да долго. Просто shadow будет норм. Ну, для верности можно еще раз shadow. Если что, хотя бы magic slider все равно побьет. Так. А, нет. Ну, хотя ладно, ладно. Хотел от яда излечить. Ну, будем по одному. Да, уже нормальные выбить можно. О, они часы увеличивают. Что-то нежданчик. Все, нет GC. Так. 394. Ну, все. Двух ударов, наверное, уже порешает. Ну, на всякий случай. Вдруг, вдруг успеет зефир. Ну, я думаю, что не успеет. Так. 30 уровень уже. Так. Кайм выучил Viapon Guard и Сара выучила Spirit Magic 4 уровня. Привет, Тор. Ну, потокеры продвигаются так, что у меня два сна не прочитанных. У снапы с интернетом проблемы, поэтому они не прочитаны. Ну, вот. Как-то так. Тут вот так. Что там они выучили? Кайм что-то выучил. А, Viapon Guard он выучил. Ну, пусть учатся белую, черную четвертого уровня, а все равно она вроде больше никому не нужна. Так. Это выучила что-нибудь? Нет. Что там еще выучил? А, Сара что-то выучила, да? А, вот она выучила Spirit Magic 4. Пусть магическую защиту учит. Вместо антисна, скажем, можно поставить что-то другое. Так, во-первых, вот это не нужно. Что нам релакс? Авиapon Guard что нам дает? М-м-м-м. Да ладно. Эм-м-м. Так. Мп не надо нам. Магию нам не надо. О, Тор. Ну, видишь, полезный. Полезный Тор. Ну, пусть таунт использует. Вроде у него ничего такого полезного, а то прям больше и не надо что-то поставить, если честно. Ну, прям, чтобы надо было. Сильно. Так, что у нее есть? Что у нее есть? Они магией никогда не атакуют. Я вот думаю, может быть, ей вообще магию просто заменить. Нафиг убрать магию. Лучше он поставит Ангел Хард. Пусть она ее лечит сильнее. И вон, и Контор. Так, Spirit Magic она выучила, да? Вроде четвертый уровень. Или это не она выучила? Стоп. А, это не она выучила. Так что пусть пока отдыхает. А, ну точно, она композит на втором уровне же выучила. Ясно. Ничего она пока не выучила еще. Вот, это Сара выучила. Эммм, так. Интересно. А нужен ли ей этот Spirit Magic? Я думаю, нужен. Так что, так что, так что придется ей еще слот дать. Сара будет у нас конкретным таким магом. Еще бы и композит, но ей тоже дать. Но, пока что, пока что, пока что некуда. И все равно второго уровня еще не изучила. Так, это что у нас. Так, это что у нас? Ну, включай уже. Ой. Я не уверен, что мне сюда надо было. Это мы прибыли в какое-то место, откуда идет очень сильная магическая энергия. Выяснили, что это дело рук Гангоры. И, типа, какая-то тестовая станция, из которой сейчас уже берут детали, чтобы Grand Staff запустить на полную мощность. Аква Майн, мы новую магию нашли. Пятого уровня, черную. Короче, это в море станция. Мы поплыли в море. Где происходят странные вещи. И вот. Проблема есть, нечего. Ну, это печально. Как же так? Странно, зачем вот эти платформы? Просто отвлекающий маневр, что ли? Угу, прям я вон вижу, да. Ну, как туда попасть? А, вон лестницы есть. Стоп, надо полечиться. О, вспомнил. Сейчас нападут опять. Эй, хватит ей. А, готовить. Ну, это уже... Такие, да, детали. Так, ну, вначале мы на лестницу пойдем. Ну, в принципе, я не знаю, зачем мне этот индулум. Что из него можно изготовить. Ну, в принципе, давайте посмотрим, что из него можно приготовить. Если найдем. А, вот, вот, да? Хакер ринг. Массив демейшен механик алэнемес. А. Кстати. Давайте сделаем. О, вау. Например. Посмотрим. А, стоп, это же кольцо. Сейчас у него немножко абсорбирует очки с врага. А это будет массив демейшен механикал. Кстати, это полезная вещь. Давайте поставим. Будет ваншотить, наверное. Сейчас-то это полезно как раз. Тут одни механические. Ну, хотя как механические. Они, по сути, в броне. Но я так понимаю, что это имеется в виду. Это, это баррикада не, ну, не отключается. Здесь сказано, что мы должны дать пропуск. Это проблема. У нас нет времени, нет времени, чтобы тратить его на поиски. На поиски от этого пропуска. Как насчет отобрать его у security? Ну, охранников. И если мы попробуем каждого из них, ну, типа, потом и найдем. Ну, то расчета взял, что там все такое хрупкое. Тем более, какую трубу? Здесь трубы валяются, что ли? Это же тебе не как в фильмах. То есть, как бы, это если если ты сломаешь пульт управления, это далеко не означает, что отключится защита. Причем тут пульт-то? Просто не сможешь управлять. Состояние-то не переключится. Труба слева лежит? Да ты чё, он её не поднимет. Не успокойтесь. Чё это что? А, ну, тем более ты его не разрушишь. Он же крепкий. Блин, чё не могу это предложение перевести как-то на какое-то кривое. А, не успокойтесь. Это то, что у меня хорошо получается, да? Просто держите их живых, пока я украду пропуск у них хорошо. Татор, я знаю, что там они весят очень много. Да, мне нужно Дженсона поставить вместо Мака. Я, конечно, могу просто стил, умение кому-нибудь дать, ну, раз уж он так попросил, да, ну чё же, давайте, не будем ломать сюжет. Так, а тут мы посмотрели, это было, что тут лежит. А, здесь такой же этот, да? Угу. Я так понял, просто надо бегать и ловить их. Ну, тогда мы заодно сбегаем, посмотрим, изменилось ли, что там. В самом начале. Всё, всё равно нападут на нас по пути. ну, ладно, у нас никто не напал. что-то... А, наверное, это место наоборот, мы, скорее всего, сюда придём потом в конце, типа, это будет быстрый выход отсюда, по-любому. Типа, чтобы обратно всю локацию не оббегать. как это обычно бывает. Ну, давай, Дженсен, на тебя вся надежда. Так. А ты давай механических атакуй. Давай, Ол, Флара. Ну-ка, скилл. Стилл. Шэдоу-Ван. 348. 370? Это называется неувеличенный этот? А, ну, значит, всё-таки это солдаты не считают. Наверное, вон только вон тот будет считаться постмеханизированный. А, не смог украсть. Косяк. Сейчас они их добьют и он украсть не успеет. Что это? все статусы все статусы были уменьшены? Да, что же ты вообще красный умеешь? Ну, как же? Ой, печалька, сейчас издохну. может быть, может быть, он у того сможет украсть? Давайте вы маги пока в дефенд. дефенд. А, вот осталось он только у солдата может обычному украсть. А, может, он и может. да не за что поступить он норм просто он не очень пока полечим всех чтоб нет все-таки мне кажется надо было обычных солдат это край печать а она у неё печать ладно попробуем у обычного солдата все-таки убрать и и О, и Дженсен выучил Чёрную магию пятого уровня, внезапно. Минку учил композитную 2, и Сет выучил антияд. А, что у нас с Чёрной магией пятого уровня? А, файл-элемент контур-атак. Призма! Вот это, походу, сильное. 30 тратит мана. Тора рейтинг, чё, как был, так и остался. Или я просто не читал там правила, что ли, изменились? Ну, я просто видел, что рейтинг опять обнулили в связи с обновлением сайта. То, что теперь нету инкубатора, и... Теперь показывают количество подписчиков у стримера. В принципе, все, по-моему, все изменения какие-то... И больше никаких изменений особо нет. А, и эти рестримы, и ТВ отдельно теперь. Это, кстати, плюс. Ну, не знаю, что вообще ни о чем. По-моему, положительные изменения. Так, кто там чё выучил? Я опять усталил. А, антипо уже намного учил. Это вообще не копия. Ну, похоже в чём-то, но в чём копия-то. Так, эм... А что ей нужно-то? Ну, вот это постучит. Угу. Композит на второго она выучила, придётся поставить вместо... Стоп, а что у неё белая магия стоит два раза? А, я чёрную магию ей случайно убрал. Ну, тут, кстати, косяк. Не, Тор, во-первых, зайдут вниз. Запросто. Во-вторых, в разное время стримят люди. И плюс, эм... Топов, как таковых, почти не уже нету такого понятия. Я не наивен, я горю, как я это чувствую. То-ть, я бы... Я бы зашёл, посмотрел, чё там ниже. Так, спирит мэджик четвёртого уровня. Пусть учат. Так... Всё, Сара выучила. Да почему всегда в топе-то? Максимальный уровень, там, этот... Чемпион, что ли, да? Даёт... Эээ... 280, по-моему, плюсов. Ну, сразу, с начала стрима, да? Эээ... Это не так уж и много. Ну, это... Это максимальный уровень, да? А какой-нибудь второй, третий уровень там всего даёт что-то 10, что-ли, плюсов там, не помню. Ну, это вообще где-то ерунда. Вон, у тебя за один стрим, там, до 40 бывает. Не, ну, так ты-то взял крайность. Ну, таких-то единиц. И стримят они не одновременно. А у большинства будет на старте всё равно пару десятков плюсов, не больше. Я имею в виду из тех, кто вот уже даже давно стримит. Так что это вообще... Это не имеет никакого значения. Главное, что именно на конкретном стриме есть какие-то достижения или нет. А-а-а, у неё даже есть... Олфлара? Ну, это печаль. Надеюсь, она не убьёт всё. Нет, Тор, не так. Скорее, наоборот, ты пессимист. У тебя любое изменение — это плохо. Вот, в Windows 8 вышло плохо. Новый сайт апдейт сделали — это плохо. Всё, что новое — плохо. Ну, я уже там играться начал. То есть, очень к изменениям чувствителен, так скажем. Это апдейт. Сайт обновили. Это называется апдейт. Привет, Тролбастер. Так. Надеюсь, Дженсон сможет украсть что-нибудь. Хоть в этот раз. Надо хоть одного солдата оставить. Ну да, я поэтому и стал играть то, что это, типа, говорили лучше JRPG на их годке. Тем более эксклюзив, там всё дела. Ну, в принципе, да, интересно. Мне нравится. О, наконец-то он украл. Всё, он украл. Ну, можно мочить их теперь без порядка. Просто All Flora. Давай, что-то тут у тебя есть. Тоже Flora. Shadow One. Не знаю, как бы мне эти изменения вообще никак на меня не повлияли. Я как стримил, так и стримлю. У меня как было там от нуля до двадцати человек, так и осталось. Вообще никакой разницы нет. И, кстати, я сегодня узнал, что у меня на СК2TV аж 30 подписчиков, если честно удивился. Нет, разница очевидна, это когда разница очевидна. А тут разницы вообще никакой, я не заметил. Ну да, тут это от создателей финалки, так что тут всё на месте. Музыка и всё, в принципе. Так. Что против него можно такого интересного? Пусть просто Shadow. А что за Flare Mine ещё раз? Ааа. Смотрим, как это действует. Ааа. А, понятно, добьёт. А, понятно, добьёт наверное. на главу украли что мы хотели так все дженсен ты не нужен пока что мак возвращайся а чё там полечить кого-то надо ой да надо полечить так хилы на сет на минг и обычный хил а нет тоже можно было хилы ну ладно 40 30 подписчиков неплохо ну как не ощущаешь видишь у меня 30 подписчиков приходят обычно там в пределах 10 человек мы бывают до 20 у тебя 130 принципе 50 60 человек вообще норм тебе приходит стандартно естественно никогда не будет количество просмотров близкое количество подписок но смотря на какие игры тары я видел тебя постоянно больше так все мы разблокировали систему можем идти но это только лифт а там еще вторая дверь есть непонятно в какую нам дверь надо вначале давайте в эту вначале сходим что и Ммм, так. Ладно, чайли мы вот это откроем Открывай А, не работает Ясно, мы на этом этаже должны Украсть А я дженсона убрал Я дженсона то убрал А, так тут другие ребята взять Давай туда в дефенд Я думаю шедоу вайм будет неплохо Куда маг? Ты меня понимаешь Так, Асара, давай-ка Увеличивай себе ману А, не, ее нельзя запечатать Так Но я думаю они будут всегда в дефенде Потому что против этих физические атаки Вообще не проходят Пусть она себе еще ману подвосстанавливает Пусть она себе еще ману подвосстанавливает Видимо просто играть уже недостаточно Надо Как-то Как-то творчески подходить У меня как-то пока к этому Нету каких-то способностей Так, а сколько они потратили Чего-то не заметил Ну, не так много, как хотелось бы Или нормально Пусть она лучше сделает Олфлару Ну, а маг пусть в принципе Пусть в принципе все равно Делает шедового Так Ну и она пусть тоже уже эту шедовую делает Она себе 75 маны восстановила Неплохо Можно и потратить Так ДФН Так ДФН О, контратака Первый стрим по сталкеру Даже вроде раньше уже стримил Сталкера Так что это уже не первый будет стрим Так, ну там Джесси упала Можно попробовать Этого Мэджик Слайдера В принципе Пробить Но я думаю Что ничего хорошего Что не выйдет Все равно А, ну не знаю Зови хвоста Пусть стримит Я пришел Дальше посмотрел Пусть просто шеду Кастует Хотя нет У них там еще здоровье Куча целая Еще шеду А у Мака Уже маны нет Значит он себе Ману восстанавливает Так, Асара У нас А, кстати У кого там Кризма А, не у кого Дженсена Ну пусть она Флара И попробует Мэджик Слайдера Этого пробить А, уже нормально Его пробивают Ясно Он уже все Привет Е-Вулф Да, это же ДжРПГ Они Это То есть это в ТРПГ Они ходят А в ДжРПГ Они Стоят на месте Да, то есть это Как бы по сути Пошаговый бой Ну не по сути А это и есть Пошаговый бой То есть они стоят То есть В определенных позициях Тут Важны Ряды То есть вот Есть те кто стоит В первом ряду Есть те кто стоит Во втором ряду Соответственно Те кто в первом Они как бы Защищают Тех кто во втором Да В ТРПГ ходят Типа Тактик РПГ Так В Дефент Уходят Что бы сделать Я не знаю Даже Ну пусть просто Шэдоу Ну ладно Пацан С фэспалмами Очень даже Хорошо выражает Свои эмоции По поводу Происходящего Ну на PC Под винду Не знаю А Вроде бы Под консоли Довольно много Да Да У FF7 Он еще не прошел Драгунов Так Ну физические атаки Его просто не пробьют Поэтому у них нету выбора Как с вами подстоять Будем Шэдоу Метубивать Не хотя А Стоп Он один что ли Остался А Выбора нет У нее нет Просто черной магии Так Ты давай тогда Используй Может быть Форс Ну если что Она добьет Своей Флорой Я такое Вообще Не знаю Не Я вообще С РПГ Мне не очень Я не играл В этом То есть Только видел Прохождение На Не играл Мне не очень Жанно Именно ТРПГ Так Сет Выучила Бонгвард И Сара Выучила Мэджик Дефенс Бус Ну это Принципи Ясно Так Ну ни о чем Ну композитная Ей нафиг Не нужна Что она еще Не выучила А она все Остальное Выучила Ну пусть Вот это Учит Reduces Earth Damage Ну сессия Зло Только Для тех Кто Не особо Старался В свое время Семестра Так А что она Выучила А Так Ну пусть Туда Композитную Учит Тор Ну по-любому А Давай Троллбастер Удача Это плохо Прячемся А Не пойму Как это слово Перевести Правильно Мы пружиним Утечки Типа Устраняем Что Так что Ты прав Но Я Мы Не Не знаем Если Если С А Если Мы Если Это Будет Демонтировано Или Что Либо Еще Ну Короче Если Так Не дословно Да То есть У них Какие-то Утечки И они Не знают Что будет Если Они Демонтируют Вроде Какой Последует Эффект Вроде Я Вот так Понял Ты Слышал Лорда Гангору Мы Это Было Какое-то Слово А Мы Предполагаем Игнорировать Это Эй Вы Слышали Только Что То Что Сказали Только Что Да Это Место Это Место Определенно Имело Что-то Что-то Делало Ну Как-то Связано С ситуацией В Самане Время Пришло Ты Должен Вернуться Зов С той Страны Зеркал Снова Не успел Наника Не вернусь Обратно Не успел Там Вторую часть Раз Ну Короче Что-то Там Походу За ним Кто-то Стоит Так Нет Нет Мы Куда-то Уже Выбежали Вообще Не в Тему Там Не Осмотрели Еще Кучу Всего Тебя Так Продолжение следует... Зачем их подняли? Опять просто так. О! А, я забыл точно, надо же Дженсена поставить, чтобы украсть у солдат там ключ. Ну ладно, сейчас мы с этим разберемся. Что это? Какие-то магические твари. Тор препод? Интересно будет смотреть. Ну их по-любому, насекомых сжечь, но это всегда. Тут даже без вопросов. Ну тут можно еще шедоу добавить, хотя я думаю хватит для того. Но другое дело, что Минк будет два хода ходить, так что... Попробуем пока две шедоу сделать. Не, пусть она вообще полечит Кайма, в принципе, да. Да что-то он не очень. Ну и волшка, насчет бесполезной бумажки, ну я бы так не сказал. Может быть тебе просто повезло, но вообще в определенных местах имеет значение не просто наличие диплома, а еще и и коин. То есть, ну, пакалавр, там специалист, магистр или кандидат наук, или доктор. В том числе на зарплату влияет. К тому же, кучу опыта получаешь, пока учишься. И набираешь, можно брать команду, связи. Ну это все, это хорошее тоже дело. Не, ну ты просто не о том немножко говоришь. Я понимаю, что просто студент, который, да, закончил универ и все. Да, да, он, конечно же, не очень. Но, как бы, это не обязательно. То есть, может быть такой же человек, который хочет это все изучать, но и он еще и плюс диплом. Почему нет? И, как бы, диплом будет только плюсом. А без диплома вообще могут не принять на работу. Только, да, может, все-таки, когда в компании работает специалист, ну, на месте специалиста работает человек без диплома, это минус для этой компании. Лучше, когда там, где стенд сотрудников или на сайте, да, написано там, вот, доктор наук или хотя бы магистр там, да, закончил какой-то университет. А если там просто написано, да он никто, он школу закончил, но там что-то сам выучил, да, но это уже не так смотрится все-таки. Не, да не хуже. Это, это не в этом дело. Он мог эти все во время универа сам это изучать тоже все так же самое. Это не в этом дело. Ну, и, Волв, ты, опять же, немножко не с той стороны смотришь. Я не говорил, что подбирают по бумажкам. Я говорил, что когда подбирают, то, как бы, просто сам факт наличия диплома, он важен именно для статуса компании. А не из-за того, что, типа, у тебя нет диплома, значит, ты дно. Нет. Конечно же, такой отбор тоже не катит. Нужно по знаниям смотреть. Однако, если два человека имеют одинаковые знания, но у одного есть диплом, а у другого нет, то отгадай, кого все-таки выберут. А, привет, Аркенджелл, не знаю, но это еще второй диск идет. Так, наверное, все-таки ей надо ману дать, а то, что там, наверное, там... Долго будет тебе восстанавливать. Иди тоже. Ну, что-то ты слишком придираешься к словам, E-Wolf. Я имел в виду, ну, примерно одинаковые. На том же уровне отвечали на вопросы и так далее. Такой же скил примерно показали. Так, нет, это я три опустил. Так, нет, это я три опустил. Да, еще два диска. Ну, я не знаю, может быть, четвертый диск, он может быть и коротким, да? То есть он же последний, неизвестно, насколько там... Сколько там он заполнен, насколько-то. Но, как минимум, еще этот диск закончить. Хотя, у меня такое чувство, что уже конец этого диска. Возможно, это последняя локация. Чисто по ощущениям. Вот. Ну, как бы... Еще один целый диск точно. Больше 500, чем геймплей, да, возможно? Не исключено. А, точно, надо Дженсона же поставить. Вот, вспомнил. Сколько раз. А, я leía за вошёл. Сюм. 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 Ну блин, это ты тупо довольно, что нельзя ездить по шагу, а нужно поставить эту преграду, только чтобы тогда он остановился там, где мне нужно. Так в реальности не бывает. Ну а зачем сюда, интересно? Вроде ничего нет. Ну возможно мы там разблокируем что-то снизу, видимо. Вообще мне еще надо назад вернуться, там пропустили кучу всего. Тор, ну чтобы грузы перевозить, очевидно. Так, здесь надо опустить эту штуку, только непонятно, как ее опустить, как туда попасть. Ну это я, кажется, знаю, это, наверное, с самого начала, там, в самом начале было это... Переключатель надо было, наверное. А, ну такое расстояние, ну да, тут довольно-таки непонятно. Ну как его знает. Ну, это понятно, они получают там диплом технаряд, чисто для того, чтобы... Ну то есть, у них знание-то давно уже есть, просто им нужен диплом. Это совсем другой вопрос. Ну я, например, пока учился в магистратуре, очень много чего понял, чего я бы дома бы никогда не понял. Именно не в, там, не в программировании, а... Как бы вообще в других немного вещах. Так, я так понимаю, нам нужно тут побегать и солдат поймать, да? Чтобы вот это открыть. Ну да, согласен. Вот я, например, хочу все-таки свое дело тоже открыть. Команда уже есть. Давайте их сейчас. Так, вот у них как раз-таки надо украсть. Не, она ничего не будет делать. А, хотя она могла бы, наверное, просто атаковать физикой. Физической атакой. Ну, будем вот это украсть. Ну, Сара пусть одного сожгет. Так, он не смог, да, украсть? Это я опять присмотрел. Ну, очевидно, нет. Так, ты стоишь. Ты крадешь. Ты сжигаешь вот этого. Забыл про него, надо было его атаковать. Так, вот. Ну... Так, продолжит его сжечь. Так, продолжит его. Это надо каждой конкретной универа и каждой конкретной кафедры смотреть отдельно. У нас, например, хорошие преподаватели. И опять же, тут даже дело не в том, что преподают, а вообще то, что в этих кругах постоянно крутишься, ты на практику проходишь на предприятиях, там интересные вещи видишь тоже и так далее. То есть это все тоже уже учитывается. А дома ты по книжкам только учишь. Ну, хорошо, не только по книжкам. Сидишь там, программируешь тоже что-то там, читаешь, да, пишешь там. Может быть даже работаешь уже попутно, но это все равно, это немножко разный опыт. Это не одно и то же. Не, я бы в США учиться бы точно не пошел. Че я там забыл. У нас на кафедре много недостатков. Есть, конечно, там замороченность некоторых преподов, там еще какие-то там есть косяки. Но в целом, очень даже много знаний дали, там интересные стенды, там у нас были с теми... Ну, может, я не знаю, знаешь, там это платы есть Альтера, там на них можно программировать аппаратную логику. Например, такое, как бы дома я уже никак не получил. Ну, в смысле, я могу, конечно, купить, но она дорого стоит очень. 12 тысяч, по-моему, стоит. И просто ради обучения покупать такую плату далеко не каждый в этом не верю. Это вот предоставили. Ну вот, да, только что тебе на этот вопрос ответил. А, не у того, подожди. Фил на него. Ну, хорошо. Сколько, скажем, в России людей могут себе позволить купить такую плату, если они даже толком не знают, зачем она им нужна? Потому что ты, когда только начинаешь это изучать, тебе не кажется, что это интересно, пока ты это не попробуешь, пока тебе это не скажет, как это все круто. Человека же надо заинтересовать, а очень мало людей, которые могут просто взять и сами, вот, начать разбираться в том, в чем они, в принципе, вообще не знают, даже как бы близко. Даже не знают, что это может быть интересно, вот так скажем, да? Таких людей очень немного. Так, что-то минг там уже почти падает. Пусть себя лечит. Ну, ты можешь, это, это, это не все, да? И опять же, я говорю, например, я могу... О, кстати, это, конечно, украли. Я могу, например, изучить то, что мне надо, да? Я могу там сесть, изучить что-то, да? Почитать и так далее, попробовать. Но вот именно понять из того, что я вообще никогда не использовал и вообще ничего не касался, что оно мне надо, это вот уже совсем другой вопрос. То есть, например, вот я, железо, да, разработка железа, я вообще, допустим, не касаюсь, я, ну, например, я программист, да, как бы, разработки железа я вообще не касаюсь. И, как бы, почему я это должен изучать, казалось бы. А в универе мне это показали и сказали, что это, кстати, довольно интересно и занимательно. Даже круто. Так, Кайм выучил магию черно-белого четвертого уровня. Ну да, так, практика и в универе есть, как раз-таки для этого и она есть. Вначале нам показали, как это делают схемы, как там все это разводят, там, ну, на платах, там, да, элементы рассказали, что они из себя представляют, ну, элементная база и прочее, прочее, да. Показали, как это можно запрограммировать на этих платах альтеровских. И после этого уже те, кто хотел именно уйти в железо, но у нас же это не специальность по железу, да, у нас все-таки больше программиста. О, ну вот, те, кто хотел в это уйти, те на практику пошли на соответствующие предприятия, благо, вот тут у нас их довольно много. И они вполне там успешно развились и работают даже до сих пор. Ну, это, я не понимаю, это утверждение. Причем тут эндред нормально работает, реально работает? Естественно, в сравнении тут, а к чему это вообще сказано? Так, ну, пусть он дефенс себя магически увеличивает. Так, кто там еще что изучал? Ага. Пауэр-хит она выучила. Ну, пусть стену учит. Правда, сейчас маг, он же не с нами. А кто тебя на эту работу возьмет-то без знаний? То есть, ты прям вот со школы вышел и пошел работать, да, поэт специальности. Отлично. Так реалистично. Ну, кто-то взял, значит, и что? Других не возьмут. Так, а что у него забыл есть-то? Ну, и что? Так, ээээ, речь немного не об этом. Знаешь, вот человек закончил школу, да? И что? То есть, по твоей логике, он должен не идти никуда работать, не идти никуда учиться, а должен сидеть дома и что-то изучать. Чтоб потом его взяли без диплома работать. Хотя бы на какую-то стажерскую должность. Или он должен во время школы уже изучать знания специальные. Не, во время школы это забей, это сразу исключено. Так никто не делает практически, но единицы. И я не думаю, что это правильный путь. Во время школы нужно изучать то, что в школе дают. Потому что потом то, что не научено в школе, это потом, вон, сейчас этого полно в интернете. Людей, которые постоянно что-то недоучили в школе и даже школьную программу не знают. И если честно, отчасти даже я в их числе. Там я тоже, у меня есть пробелы по истории, там есть пробелы и так далее. Ну вот. И это очень часто сказывается в общении. Ну понятно, таблица умножения только из полезного. Оттуда пригодилось знание русского языка, знание английского языка. Математика, ну то есть там сейчас и алгебра, история, мировая, отечественная, физика, химия. Хочется сказать, я тебе это ничего не пригодилось никогда в жизни. Ну, я не верю. Математика, ну то есть там. Ну вот именно. Ну я согласен, в универе бывают предметы, которые очень специфичны. И они далеко не всем нужны, как бы пригождаются потом. Далеко не всем. То есть даже которые предметы по специальности. Я уж не говорю про философию там, да? Но даже предметы по специальности все равно не все бывают нужны. Но откуда универ знает, в какую именно ты область пойдешь? То есть как бы под область твоей специальности. Там же даются все, что как бы есть, база. Так, а зачем здесь эта дорожка? Ну да, по порядку пойдем. Астрономия. Не знаю, как другим, но меня лично космос интересует. В принципе, слежу за новостями космическими, ну там, по поводу, там, открытия экзопланет, там, запуска разных спутников и так далее. Это мне интересно. Это раз. Хотя у нас не было астрономии вообще в школе. Даже тупо предмета не было такого. Химия. Ну я не знаю, как бы жить и не представлять вообще из чего состоят вещества, ну хотя бы на каком-то уровне, да? Хотя бы как там, что такое там атом, что такое там нейтрон, там электрон, протон. Хотя бы, ну как примерно это взаимодействует, там, да? Там. И так далее. Такие вещи, это не три урока ты написал, а все-таки больше уроков. Хотя глубоко, да, не всем нужно, я согласен. Глубоко далеко не всем нужно. Ну география, вот это я до сих пор жалею, что в школе не учил географию. Я только сейчас примерно уже представляю на карте, где какая страна находится. Ну мне на это понадобилось довольно много времени, ну потому что я специально не изучал, а как-то само по себе очень долго приходило. Ну там, скажем, в Азии там страны, в Латинской Америке. Где какие хотя бы примерно важные точки есть, там горы и так далее. А школа знает, что ты должен быть бухгалтером? Это то есть тоже. Это же средняя школа, общее образование. Даже говорят, общее образовательная школа. Общая. А не бухгалтерская школа. Ну я не знаю, что там в технаре. Технаре это страшная вещь. Ну в них там вообще не пойму, что происходит. Я знаю, в технарях учится. Этот не тот. Хорошо, что я в технар не пошел. Ну Мексика, Центральная Америка. Альпы. Альпы это вроде бы Южная Америка. Но если что, я не сказал, что я хорошо знаю. Я только стараюсь, но как бы я не изучаю это специально. Просто когда что-то происходит в мире, какое-то событие, да. Там вот, например, вчера видел наш министр иностранных дел. Встречался с министром иностранных дел Мавритании. Да, я для себя новую страну открыл. Ну, значит был хороший технар. Повезло. У меня просто друзья некоторые учились в технарях. И они рассказывали, как там происходит обучение. Это кошмар. Тора, разница в том, что когда что-то в мире происходит, я представляю, учитывая еще знания истории, хотя бы какие-то, ну хотя бы поверхностные, да. Я представляю, какие для этого были предпосылки, почему это происходит. И главное, из-за географии я знаю, где это происходит. Так что разница очень большая. Что это мне дало? То, что я в курсе событий. Я представляю, что вообще какие-то тенденции в мире происходят. Что вообще вокруг. Как бы жизнью вокруг интересует, если что. А не только в игры играю. За пару дней, ну, это не может быть за пару дней. В школьном курсе географии изучают не только, где какие страны, но какие у них природные ископаемые. Какие там, где какие горы, где какие там моря, еще что-то. Ну, это же не 20 минут, или сколько там, не пару дней даже. Да, вот я согласен, не знать географию это как-то глупо. Хотя бы, ну хотя бы как-то вот, да, просто вот. Ну, представлять мир вообще, планету свою. Просто иногда общаешься, бывает, с человеком с каким-то, да, и он не знает каких-то элементарных вещей. Ну, именно элементарных, никаких-то там задротских, да, которые там, ну, только ботаны там каким-нибудь знают. Таких-то, ну, просто вот, обыденных вещей. Ну, вот это вот бывает иногда, отечаянно. Значит, ты в плохую школу попал его. Что у тебя учительница с трудом понимает, о чем говорит. А то, что ты говоришь, то, что то можно изучить при желании, там, за сколько-то там времени, то можно при желании, то можно при желании. А ты будешь, тебе есть это желание, ты будешь это учить? А в школе это дают, ну, грубо говоря, насильно, да? Но потому что человек еще не знает, что ему это нужно. Как бы, он же еще ребенок, да, и как бы он не знает, что ему это нужно. А ему говорят, что вот это тебе понадобится. Например, изучая в школе геометрию, я думаю, зачем мне геометрия? Нафиг эти треугольники там все, вообще-то ерунда вся нужна. А кто же знал, допустим, что я потом захочу создавать игры, да? И мне понадобится это все при моделировании. Ну, как бы вот. А потому что я не знал, и я думал, что мне это не нужно. А на самом деле это может и пригодиться. Но это я не говорю про себя, я в моделирование не ушел. Хотя, игры я, в принципе, делал. Ну, вот. То есть, как бы, ну, это такая вещь. Что, как бы, школа, это то, что нужно знать, независимо от того, кажется, это нужным человеку или не нужным. Ну, Сор, значит, ты просто, ну, как бы, интересуешься, как бы, жизнью вокруг. То есть, ты интересуешься только своей жизнью, да? То есть, как бы, то, что тебе нужно. Твоей, своей работой, там, своим окружением и так далее. А если человек интересуется тем, что вокруг происходит, просто, да, вот, вообще, что в мире происходит, что там, изобрели новое, что там, кто что сделал, там, да, и так далее. То, как бы, не знать элементарных вещей, ты просто, ну, начинаешь не понимать, и все. Ну, вот, Тор, я тебе и говорю, что тебя интересует только то, что с тобой происходит. Ну, это, в принципе, советское мышление больше. То, что, как бы, люди никогда в СССР не интересовались даже, что происходит особо в других регионах страны. То есть, как бы, да, моя хата с краю и все такое. Ну, насчет автомобилей, не знаю, да, наверное, но я тут не могу сказать. Я говорил только про, по крайней мере, про свою специальность. То, что там я реально много чего полезного узнал и увидел. То, что я сам бы в жизни до этого не дошел бы, как бы, ну... Универа, это, как бы, толчок к изучению всего лишь. Но это нужный толчок к обучению. Ну, вот, Тор, я про это и говорю. Я знаю, что тебе все равно. Ну, вот. Ну, не знаю, и, Волф, я не считаю, что я потратил 6 лет на обучение, и это какое-то впустую потраченное время, и я теперь вообще ничего в жизни там не добьюсь и не успею. Нет, наоборот. Пока я учился, я собрал команду. Мы сейчас развиваем проект, стартап. Надеюсь, будет успешно, но это уже посмотрим, да? И, как бы, это абсолютно было время потрачено не зря. И я теперь уже, учитывая, что я после этого уже пока учился в регистратуре, я реально изучал то, что мне интересно, да? То есть программирование, уже практики много набрал, даже поработать успел. Вот, и сейчас я, в принципе, уже имею опыт программирования и, как бы, надеюсь, что это мне очень поможет и дальше продвинуться. Возможно, даже... всё-таки удастся своё дело продвинуть. Не, ну, есть отдельный частный случай, может быть, где там, да, ну, как бы... К тому же, если ты прям такой легко обучаемый, да, ну, бывает, и что... Я чё говорю? Некоторые люди очень легко обучаемые, да, такое бывает. Но это же не значит, что все. Ну, вот, с Тарканшелом я солидарен. Почему-то я интересуюсь практически всем вокруг, со мной можно поговорить почти на любую тему, и при этом как-то я же всё успеваю и чё, и для себя всё успеваю делать, что мне надо. Как-то вообще норм. При этом есть разобо мнение. Вот чё я сделал. Поднял чё-то. А, теперь могу туда пройти. И зачем? А, ну я, наверное, снизу там освободил проход, скорее всего. Ну, вот, нет, философию, к сожалению, я не оценил. Не, мистерного мнения, на этот раз не о рандоме. О необходимости образования в высших учебных заведениях. Ну, может, не проникся, я не спорю. Так, а что у нас тут? Стоп, так это же мы где были, да? Или чё? А, так это же мы тут были. А тут что? А как это поднять? А. Нет, Тор, так только хуже будет. Нельзя ничего рубить под корень. Нельзя ничего резко делать. Сообщение появляется раньше, я нажимаю Enter. Стоп, а как мне... А, куда мне идти? Чё-то я не понял. Чё-то я не понял, куда мне нужно идти. Мы не можем этим управлять с этой стороны. О, как много работа. Стоп, а чё много работа? И что, даже если я украду ключи, что... Непонятно. Непонятно, чё делать. Непонятно, чё делать. Что такое, что делать? Субтитры делал DimaTorzok Ну, Тор, это пилится для тех людей, которые хотят просто вот, просто работать на кого-то и получать деньги, и все. И ездить каждое лето отдыхать в Египет или в Турцию, зимой работать, там, каждую пятницу там бухать и так далее. Вот и все, и вся жизнь. Но только для таких людей это и делается, которым не нужно больше ничего знать. Им нужно только просто вот, работать летом, отдыхать, работать летом, отдыхать и все. Вот и вся жизнь. Какой опыт, по какой лестнице, если они ничего не умеют, кроме того, что их вот маленькой области их научили, только вот то, что им нужно на рабочем месте делать. Куда они пойдут, там, по рабочей лестнице? По, ну, в смысле, по карьерной лестнице. Ну, вот, тут я полностью согласен, елвол, что, естественно, зависит только от того, хочешь ли ты научиться. А так, да. Как те, вот, есть же полно студентов, и у меня в группе были, есть, которые просто учатся ради корочки. Я не знаю, зачем, что из этого там получится и где они собираются работать. Ну, знаешь, типа, там, с кем-нибудь админом базы данных, что-нибудь такое. Ну, короче, с самой донской такой работы. Ну, вот. И этих людей я не понимаю, да, которые идут в универторки ради корочки. Вот это да. Тор, я очень сомневаюсь, что они продвинутся по карьерной лестнице без, ну, в смысле, вот с таким образованием. Только если большое желание, тогда может быть, да. Потому что пока они работают, начнут там тоже что-то изучать. Но это только при желании. Причем довольно большом. Потому что им придется во внеурочное, в нерабочее время это изучать. Ну, большинство, ну, что поделать. Ну, я-то, как раз-таки, не про это говорил. Ну, то есть, что, типа... Не про это я говорил, то, что нужен универ. Не ради вот этих людей. Это я согласен, что это большой недостаток этих людей. Я не знаю, может быть, это воспитание, наверное. Ну, еще чего-то, да. Ну, тут уже сложный вопрос, это не такой легкий вопрос. Почему они идут ради корочки. Но, естественно, этих людей я не защищаю. В плане, что... Им универ не нужен. Потому что эта корочка, она будет только мешать потом вот специалистам... Отсеивать их от других людей. Ну, да, да. Корочку-то получают. Ну, что, трудно на тройке, что ли, выучиться в универе? Или вообще проплатить? Да нет, конечно. Вам можно и вообще диплом купить даже. Ну, это же только другой вопрос. У нас же был именно спор, нужен ли универ, если ты хочешь учиться. Да, вот именно в этом плане. Так. Стоп, а что, след-то никто не полечил? А, не, Минк ждет, Минк ждет хода. Хорошо. Видимо, что у меня все еще есть работа. Так, похоже, я тут немножко потерялся. Сейчас придется побегать, наверное. И заодно прокачаться. Ну, потому что я что-то не очень пока понимаю, куда мне идти. Не, ну, его. Ну, это же крайность, да? Ну, естественно, это плохо. Ну, бывает, по блату, наверное, пришел. От этого никогда не уйдешь. От сотрудников, прошедших по блату, особенно всяких там блондинок, которые сидят компами там и что-то пытаются там делать, это всегда будет. Ну, этого никак не уйдешь. Потому что владелец компании, он каких хочет сотрудников, таких он нанимает. Ну, да, возможно, после этого фирма угробится. Ну, значит, угробится. Ну, так всегда будет. Угробится! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Они же не могут быть связаны, я думаю Ну скажем, я вот эту опустил Не может быть, чтобы та опустилась, да? Ну да, вряд ли Так, нам явно надо на уровень выше Субтитры сделал DimaTorzok А, стоп, а почему мы вниз едем? А, все правильно А, так значит у нас уровня выше нет? Что ли, я попутал? Ну да, точно Вот это в самом начале, это чего нам нужна? Не ясно Опустим Сходим сюда, посмотрим, уже изменилось ли там что-то Вряд ли, но просто он находится примерно в той же области Топ, а там мы были? Что это за пасформа? А, были? Что там? Что я не помню уже Ладно, сходим все-таки туда в начале Посмотрим Посмотрим А, ну там и вот Ничего в принципе нужно Ничего в принципе нужно Ну да, опять-то чем-то мы вот эту платформу подняли Для чего? Вообще непонятно Стоп Тут лестница А, все, вспомнил там сундук Не, я так думаю, что вот этот ящик опускается только с помощью вот этой ручки То есть мы сюда потом можем как-то попасть А чтобы там сюда попасть, нам нужно Не знаю Либо вот здесь как-то приехать Либо откуда-то справа убежать Но у нас, к сожалению, вида от первого лица нету Поэтому Мы не видим, что там находится Хотя по карте там Вообще там, по-моему, выход как раз таки и есть, который нам нужен Ну да, кстати Выход, который нам и нужен Ну да, вот здесь Угу Ну да, я так называю Если это борьба, то ты получишь Бежим Да ладно Я думал, никто не сможет спешать Стоп, вот эту, если поднять А, нет, стоп Ну да, мы сейчас как раз таки опустимся, да? Тут надо посмотреть, может там что-то все-таки нет Никто А, нет, мы наоборот поднимемся А, нет, запустимся все-таки Что-то путаюсь Так, надо посмотреть тогда Может быть там мы что-то реально можем поднять А, вот тут посередине О Ну так нам это и надо, только нам еще выше ее надо Но он эту капту перепускает Но он эту капту перепускает Мы же не можем на ней никак подняться Ну блин Ну блин Ну блин Ну блин Ну блин Нанимно Важно Вышел? Ого! Ого! Вышел? Ничего себе там мак ударил, нормально. Ну хорошо, я поднял это и что там что-то изменилось. Я же поднял это не на самый верх, а только на половину. Субтитры делал DimaTorzok Ну да, этого недостаточно. Или это вообще не оно? А, да это вообще не оно, по-моему. Так, по-моему я просто не в этот коридор забежал. На том этаже. Да, вот тут беготня получилась. Да, вот тут беготня. Да, вот тут беготня. Да, вот тут беготня. Да, вот тут беготня. Да. 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 Да, да. 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 это не моя природа я не знаю что делать так сейчас пойдем тогда попробуем сохранится на корабле потому что ну уже честно надо заканчивать стрим а выхода пока не видно из ситуации попробуем добежать до корабля и сохранится походу можно мы взяли преимущества а у нее мана закончилась и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... К сожалению, не смог этот стрим разгадать эту головоломку... Ну, на следующем стриме, я думаю, разберемся... Ничего страшного... Побегаем, если что... Вот, а на этом стрим заканчивается... Если есть вопросы, пожелания, предложения, жалобы, можно писать в чат... Ну, все, на этом все, всем пока...